всем привет с вами вновь андрей лов и давайте что-нибудь поделаем фотошопе сегодня с вами поговорим о дизайне о том какие есть клиенты вообще такой ролик назревал давно много раз мне об этом писали просили все откладывал откладывал сегодня решил все-таки рассказать как понять когда вас действительно хотят как дизайнер занять на работу когда вас хотят поэксплуатировать получить от ваш от вас идеи варианты и тем не менее от вас больше ничего не требуется конечно работу вас никто приглашать не собирается есть такая вакансия мне и скинул мой подписчик она очень интересная у вас есть опять же вот эти ссылочки все будет в фигме также в проекте сможете саму вакансию почитать и собственно ссылки которые я вам сегодня покажу они у вас все будут смотрим вакансии у вас есть компания сегодня небольшая стабильная компания существуют с 11 года ищет коллегу в общем и сейчас все прекрасно видно своем экране я все рассчитывать не буду дальше у них есть сайт можно сразу перейти сетхантера на сайт вот такой вот сайт они мы тоже не поговорим и самое главное вот вакансия который нам интересно юксу и middle дизайнер полага предлагает 80 тысяч рублей на руки у нас есть требования 36 лет работы и от требования кандидат смотреть нас есть ответственность высокие требования к себе желание добиваться результата понимание разницы между делать и сделать уверенные навыки юксу и понимание тренда в дизайне знания принципов атомарного дизайна и правила работы дизайн-системами фигма photoshop иллюстратор в общем опять же у вас ссылочка на вакансию будет чтобы вы смогли все это просмотреть давайте теперь потихонечку разбираться если вы отправите данный вакансию собственно отклик вам придет вот такое приглашение но стандартное что нам здесь имеет смысл понять все приглашение читать не буду опять же кому интересно по ссылочке переходите читайте при всем при том что здесь написано очень очень много текста на деле вся эта задача делается там около наверное трех четырех часов но вопрос как ее делать самое интересное здесь в конце у нас написано что рассматриваются как решение только рабочие прототипы и вот здесь у вас всегда есть развилка что подразумевает клиент по типам рабочий прототип но как правило ответ на это скрывается в том сроке который вам дает на выполнение вашего тестового задания если вас реально хотят рассмотреть как претенденты на какую-то позицию если требуется посмотреть от вас как вы мыслите как ее визуализируйте насколько это подпадает под те задачи которые будут ставить то есть как правило задача ставится в диапазоне там двух трех часов иногда до часу то есть ну потолок три часа как правило тестовое задание когда вам ставят смотрите мы ожидаем что задание будет интересным для вас выполните не займет больше недели это подразумевает что фактически рабочий прототип от вас ожидает готовую систему которую вы должны реализовать на основе задачи который уже через день когда вы ее прислали если она сделана правильно продумано в ее неделю продумали визуализировали ведут дальше на этап разработки то есть дадут верстальщику потом собственно разработчикам от вас хотят увидеть фигме рабочий прототип тот сейчас захочется поспорить что в андре может быть ты неправильно интерпретируешь то есть не рабочий прототип ноутушки зрения как ты говоришь который дальше идет ну а просто чтобы можно было бы понимать как одно взаимодействует с другим но тут сразу опять же я вам приду пример у нас есть студия думаю все они прекрасно знают артемия лебедева если вы перейдете на данные сайты посмотрите вакансии они все в открытый можно посмотреть как формулируют именно тестовые задания преступления дизайнера на аналогичные позиции веб-дизайнер вы увидите что вам стоит ставить задача причем задача как правило стоит более абстракт на именно для того чтобы проверить как вы можете достаточно скудную информацию интерпретировать и восприятие как задачу мы ищем дизайнера сайтов способного вызвать интерес к кандидату предлагается нарисовать промо сайт листа 4 результат jpeg шириной 1000 пикселей вреднивая от вас требуется jpeg то есть именно посмотреть как вы умеете мыслить как вы умеете визуализировать ну и фактически опытом дизайнер будет понятно как вы свое решение обосновывать от вас не требуется готового реального проекта фигми прототип который мы условно можем посмотреть и самое главное использовать возможно вы не знали но когда вы присылаете некий проект но предположим что эти ссылочки это проект который вы фигми сделали то даже если у вас стоит настройки фигми что человек который вы отправляете ссылку может только смотреть он всегда может просто скопировать то что ему прислали зайти в свой проект и control v просто его вставить и в своем уже макете куда он вставляет абсолютно все есть возможность редактировать это означает что если я возьму вакансию и моя задача не принимать дизайнер на работу но при этом оптизировать процессы получить много идей много вариантов вариаций то я просто пишу максимально развернутую позицию максимально развернутую задачу ставлю действительно реальный срок на разработку а неделя при такой задачи это принципе реальная разработка в реалиях веб-индустрии соответственно дизайнеры думают кто-то лучше кто-то хуже и скидывает мне гигантское количество людей я их просто копирую формирую свою фигму и потом будущее ну мало-мальским опытом дизайнера могу быстро подправить и от этого на следующий этап разработки проще говоря вместо того чтобы нанять дизайнер заплатиму деньги я эксплуатирую желание начинающих дизайнеров миддл дизайнеров или опытных попасть на работу за деньги собираюсь них их уже идеи их текущую компетенцию и на этот этап не трачу деньги потому что но дизайнер это платит деньги ко всем остальным ну вот еще раз вакансию можете прочитать давайте теперь потихонечку разбираться как понять компания действительно от вас требует тестовое задание чтобы просто посмотреть насколько вы опытный компетентный дизайнер либо же вас хотят поэксплуатировать чтобы сделали энное количество вариантов и все дальше в принципе нет никакой задачи его взять на работу от вас как раз и хотят от вас от других претендентов собрать гигантское количество день решений по любому что-то будет меняемое дальше берет человек это все быстренько доделывает дорабатывает и запускаем в проект не платим деньги дизайнеру всегда эксплуатируем создаем вакансию что-то получили сдаем вакансию что-то получили в конце мы видим что нам предлагает собственно все это отправить себе егор у нас есть собака your sionic.ru и в конце с уважением также у нас егор есть мы займем на их сайт тут написано что генеральный директор из компании есть зубов егор также здесь написано у нас и н н н все это несложно конечно проверить посмотреть мы можем перейти непосредственно по ссылкам и узнать что из себя представляет компания давайте мы все это с вами сделаем это как раз когда вы устраиваете под компанию вы хотите посмотреть вакансии то ну имеет смысл поинтересоваться что за компания чем она занимается давайте только здесь на ссылочку нажму это все как правило открытом доступе есть если мы с вами зайдем посмотрим и компании чем она занимается можно посмотреть что она ну по крайней мере здесь написано что она существует с 2010 года то есть вот в разных источниках видите написано 7 или 10 года в вакансии написано что небольшая компания существует с 11 года это уже вопрос то есть если мы видим что у нас отклик когда вы присылаете формировал все это егор генеральный директор насколько я понимаю почему здесь написано 10 11 год это раз дальше можно посмотреть финансы показатели можно здесь увидеть что вот смотрите за 19 год какой рост у нас получился 27 миллионов если потом также будет смотреть других источников сколько у нас был общий оборот сколько у нас было потрачено на расходов вы видите 27 миллионов и 26 600 для людей взрослых опытных я думаю тут уже прекрасно понятно что люди которые ведут такой бизнес они очень хорошо ориентируются в реалиях ведения бизнеса в нашей стране если кому интересно как-нибудь секретных стримах расскажу что эти цифры означают но еще раз для опытных людей которые бизнесом занимались занимаются они понимают что тут люди которые все это делают достаточно умные достаточно хитрые достаточно ушлые это уже сразу достаточно понятно дальше переходим с вами и смотрим следующие параметры которые нам важны когда вы заходите в вакансию вы всегда здесь как правило видите логотип тот логотип который компания подгружает ну и по идее должен быть везде на всех реальных носителях если вы переходите на реальный сайт увидите что на реальном сайте ссылка у вас идет беханса у вас другой логотип это уже говорит о том что либо вас пытают запутаться ну либо люди которые это ведут ну собственно все эти требования которые они перед вами ставят ответственность серьезность ну и самим фиолетом на все это так они это не используют у вас здесь разные даты у вас разные логотипы но поменять логотип джипег подгрузить на хитхантер если у вас он здесь обновился но никаких проблем нет это занимает там 10 секунд но этого не делают почему вот вопрос к обсуждению смотрим с вами дальше то есть те параметры которые нам важны вакансии вам все время фокусируется внимание что вы должны работать фигме что вы должны хорошо знать фигму якобы вакансии опять же считать вам тут пытается как раз вроде как завалировать что именно пытаются проверить насколько вы хорошо работаете фигме это конечно все зачастую что для новичков работает любой даже уже дизайнер который хотя бы месяц-два изучает индустрию программу фигму знает что освоить ее на базовом уровне это пару часов чтобы более ну по крайней мере во всем ориентироваться но еще часа три-четыре нужно программа получается потолок 6 часов вообще со всеми нюансами это значит за выходные программу можно освоить поэтому чего тут проверять потому что работа дизайнера это не программу знать это изучать 6 часов а знать более сложные вещи которые изучаются годами пространство акценты типографика контент все остальное и вот это вот как раз попытка поставить людей неопытные как раз что якобы от вас хотят реальный прототип готовые фигмы потому что вы проверили может ли вы пользоваться фигмой вы проверяете что человек 6 часов своей жизни потратил учение программы нет дизайнер это не про софт дизайнер прежде всего это промышление про знание более сложных материй у нас везде егор все это формирует самое здорово но мы еще с вами посмотрели какое количество людей у нас собственно данную компанию образовали здесь написано что у нас два руководителя два учредителя три учредителя и пистане на 19 год у нас здесь два человека в рамках компании это к тому что уже вам намекает на то что хоть у вас и вакансии написано что компания динамично развивается опять же давайте откроем что она потихонечку в состоянии роста реализации два человека оптимизируется бизнес процессы и ищет идея на стороне не желая за это платить свои деньги но получая результат который дали в силу своей компетенции выше ниже могут сами быстренько доработать и переводить на следующий этап то есть фактически вам уже говорят что мы за дизайн не платим мы не хотим за это платить иначе и вам то что мы написали никто платить не будет ну вы можете в это верить конечно но все вот эти вот микро моменты которые в совокупности можно попытаться заложить картин говорит о том что вас не ждут как дизайнер от вас как раз хотят получить вашу неделю ваши мысли ваши идеи ваше старание ваш подбор готовый прототип за неделю и мы уже потом либо подправим либо прям один в один если вы хороший дизайнер просто воспользуемся что еще за это говорит если период на сайт и увидеть что на сайте вот кроме как полутора страница то в целом можно считать весь сайт на страничником нет никакой информации с точки зрения переходов нельзя посмотреть реальные проекты нельзя посмотреть когда сайт был создан в том что это говорит о том что компания не хочет показывать свои проекты что возможно в тех проектах которые она уже сделала либо делает есть решение которые им прислали сыскатели если они это покажут откроют то вы сможете перейти и увидеть что ваше решение которое вы прислали якобы на вакансию, прям чуть ли не один в один, либо же с доработками где-то используются. Именно для этого тогда и не ставится портфолио, и не делаются ссылки. Вот сейчас скажу, что тут сам сайт себе выглядит полторы странички, это не всегда так, потому что есть иногда компании, действительно, дизайн студии, у них настолько хорошо развитые именно социальные какие-то взаимодействия, у них действительно есть поток клиентов, что они просто не занимаются добавлением портфолио, потому что не так много работы, они скорее оптимизируют индопроцессы и набирают сторонних специалистов именно под масштабирование. Но сайтом они особо не занимаются, они когда это сделали, и он у них есть, он у них висит. Но опять же, в мелочах вот все можно увидеть, и здесь уже понятно, что раз у нас нет ссылочек, нет портфолио за 10 лет, получается, там 10-го года существует, мы писать не можем. Но, тем не менее, у нас есть логотипы, есть бренды, якобы, с которыми компания работает. И мы можем с вами переходить и посмотреть. Я не стал переходить, конечно, по всем, у меня тут есть буквально 2-3 перехода, но в целом вы можете переходить по большим направлениям. Давайте... А, кстати, да, я еще хотел вам сказать, что о любых компаниях в Тренте, конечно, всегда пишут отзывы. Вы можете посмотреть, можете их найти и будьте готовы к тому, что, ну, каких... Где-то у вас вообще отзывов не будет на сайтах, а где-то будут отзывы, ну, мягко говоря, какие-то странные по содержанию. То есть у вас есть отзывы 9-го октября, якобы об этой же компании. Здесь напишем, что вроде все хорошо, но при этом стоит оценка 3 балла. И проверить это невозможно. Опять же, ссылочки у вас будут, можете перейти, вот такое, как правило, сами игнорируете. То есть неизвестно, кто это написал, какова цель, и это идет противоречие между тем, что все так классно, и оценка 3 балла. Это, правда, странно всегда выглядит. Давайте перейдем с вами все-таки к компаниям, с которыми компания работает. Ну, по крайней мере, эти логотипы есть. И сайт реально работает. Например, у нас есть Ивановская мебельная фабрика. Ну, и, собственно, у нас на сайте есть шильдик. Ивановская мебельная фабрика. Мы с вами можем найти. Вот, если посмотрим, вот он у нас есть. Сайт есть, сайт есть. Работает, работает. Ну, вы сейчас скажете, что это за сайт, но он есть, он работает. Вы можете позвонить, вы можете что-то заказать. Это действительно действующий бизнес. То же самое здесь. Можем перейти на следующую компанию у нас. В НИПе нефть. То же самое. Есть логотип, то же самое у нас работает. Здесь внизу у нас указана дата, когда было создано. То есть, опять же, вот у нас сайт. Несмотря, сейчас не смотрите на дизайн и визуал, он есть, он работает. И с точки зрения донесальной информации, здесь есть текстовые блоки. Что-то здесь человек сможет разобрать. Насколько быстро, просто это как раз дизайнер решает. Но в целом все это есть. Здесь все это указано. Ну, вы визуал видите компании, по идее, с которыми работают. Ну, а самое главное у нас вот нельзя посмотреть реальные проекты, которые компания для них делала. То есть, ну, просто ссылочки хотите, звоните, проверяете, вы работаете с такими или не работаете. Либо просто верьте тому, что вам здесь сказали. Ну, а теперь перейдем к самому финальному. У нас в этом ролике, наверное, очень много но, 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 но. Но вот сейчас мы перейдем к окончательным таким доводам в пользу того, что вы всегда такие вакансии просто должны игнорировать. Вы должны себе правильно сформировать фильтры, понимание, где вас ждут как работника, как дизайнера, специалиста, вам будут платить деньги и где вас хотят поэксплуатировать, оптимизируя свои процессы. И от вас только требуется ваше время, ваше знание, сила, опыта. А потом все это формируется в отдельный проект в фигме и уже дорабатывается вам деньги. Никогда не заплатится. Самое главное, вы там и не нужны. Там нет цели вас взять на работу. У нас есть вот этот вот сайт. И по идее сайт при всей этой простоте тут вполне себе неплохие правила используются. У нас есть гротеск, черное с белым. Но все именно в деталях, мелочах. И если компания изначально вакансии от вас требует, чтобы вы были ответственны, чтобы вы там в чем-то разбирались, ну по идее эти же правила они должны эксплуатировать в своем сайте, даже минимальном. И тут мог быть всего лишь один блок, но он тоже должен быть сделан согласитесь, правильно, продуманно, обоснованно и в глазах дизайнера потенциального. Ну, чтобы дизайнер не мог усомниться. Вот реальный сайт, можно также на нем перейти посмотреть. Начинаем с самого простого, что всегда дизайнер должен подмечать, это каким образом все здесь выровнено и каким образом человек, который все это в конечном итоге верстал, разрабатывает. Сразу скажу всем вам бонус. Зайдите, пожалуйста, по этой ссылочке, то есть перейдите. Я даже, наверное, не полянусь, я ссылочку сделал в первый комментарий вот этого сайта Sonic.ru. Зайдите с вашего телефона, посмотрите на мобильную версию, точнее на адаптив данного сайта. Ирония в том, что вот здесь как раз себя компания именно, вот видите, ищет дизайнера ну, middle, вроде как вы там разрабатываете по задаче мобильное приложение. Обязательно, не поленитесь, кликните на ссылочку, в комментариях будет в описании к данному ролику и посмотрите, как смотрится с телефона этот сайт. Это просто песня, серьезно, как бы такой финальный гроб, то, что мы сегодня с вами разбираем. Итак, если мы начнем с вами смотреть эти вот выравнивания, каким образом здесь дизайнер пытается все это выровнять. Вы видите, что здесь, ну, как бы системы никакой-то и нет, то есть просто человек выставляет блокер он так, как ему хочется. Ну, здесь вроде как есть одна линия, логотип уходит левее, сверху то же самое, то есть у нас, ну, здесь еще можно оправдать, что у нас, видите, в данном случае картинка имеет меньше плотности, вроде как, наверное, дизайнер пытался все это сделать. Но нет никакой, опять же, связи вот у нас взаимодействия вот этой части, справой части, ну, то есть все, в общем, выровнено, как вот первый раз у нас в программе получилось фигами, мы так, собственно, и оставляем. Теперь давайте еще посмотрим на следующий. Это вот первый нюанс, это выравнивание посмотреть, как вот пытается дизайнер все это воспользоваться. Следующий момент, это по правилам, которые сама компания установила в рамках вот своего дизайна и сама ими же следует. И тут, ну, тоже смотрится, как правило, зачастую в перечислениях, это самые явные блоки, где дизайнер будет, ну, либо же человек, который все это делает, в конечном итоге, может, верстальщик все это изменил, где он все на все забил и показывает, что реально ему все равно на проект, ему плевать. Итак, начинаем смотреть. У нас есть с вами заголовок, есть вот эти как перечисления, да, также заголовок, перечисления. Теперь, что мы видим, здесь совершенно разные отступы, то есть у нас нет единых правил формирования блоков, заголовок, информационный текст. Здесь один отступ, здесь второй, опять же, то есть высококолокольный, хотя блоки одинаковые по логике. Здесь у нас точка запятой, здесь никакого знака нет, здесь у нас знака нет, здесь точка запятая, здесь точка. Вы если не скажете, Андрей, ты придираешься, вы должны понять, дизайнеры, которые работают хотя бы два года, они все это прекрасно знают. Это скорее для новичков, либо же для менеджеров, которые меня смотрят. Все это и есть работа дизайнера. Брать и энное количество правил располагать на всей этапе разработки проекта. Если мы определяем перечисления через точку запятой в конце точка, иначе везде должно быть здесь точка запятая, здесь точка, здесь точка запятая, точка, запятая, точка. Либо здесь мы везде все убираем, значит их нигде не должно быть. Следующий момент. У нас есть 1500 долларов. Здесь у нас есть 1000 долларов. Здесь у нас стоит запятая, здесь нет. То есть это еще раз, это просто Ctrl-C, Ctrl-V текст из документа без желания единую систему применить на сайте. Это всего-то в полторы экрана. Теперь, следующий момент, тоже очень важный, это по поводу мышления. Задумно как раз проверить себя, насколько вы такие вещи в своих проектах просматриваете. У вас есть текстовый фрейм. Давайте мы его с вами скопируем. И просто с вами его также сделаем быстренько в фигме. Покажем, что мы умеем работать в фигме. Текстовый фрейм, Ctrl-V подставили. Здесь давайте поставим робота. Значение поставим 20. Определим значение как регуляр первоначально. И вот давайте здесь поставим значение 160%. Мы можем с вами здесь сейчас сымитировать. Давайте Shift-0 поставим. Может быть побольше даже поставим 22, чтобы вы лучше видели. Мы можем с вами сымитировать тот блок, который сферовал дизайнер в конечном сайте. Посмотрите. По последнему. Видите, Power-buy здесь есть. Мы можем сымитировать ровно такую же ширину, где у нас приблизительно в конце будет Power-buy. Здесь нужно нам пройти две строчки. Здесь у нас две строчки. Вот видите, две строчки, три строчки, четыре строчки. Давайте мы с вами сделаем четыре строчки, чтобы у нас Power-buy был в конце. Приблизительно мы с вами получили то, что здесь есть. Видите, пирамида Power-buy. Здесь пирамида Power-buy. В этот момент, что вот это выставление прямоугольника это одна из работ дизайнера, когда он использует типографические правила. У дизайна есть такое понятие, как одинокая строка. Она хоризуется тем, что если вы не просмотрели этот блок, то у вас контраст между предыдущей строкой и следующей будет очень большой. Вот такой. Ну, как вы видите, здесь пустота, здесь вроде как текст, и здесь есть. И здесь пустота, здесь текст. Дизайнеры опытные, они это знают, что это финальный этап, когда вы выставили блок, у вас есть какой-то текст. Вы можете взять и проверить, насколько вы этот текстовый блок можете оптимизировать. Здесь нужно найти решение, чтобы такого контраста не было. Делается это все за секунду. Это вопрос просто мышления. Понимаете, вот, либо нет. Тут мы либо наоборот к колонечной системе стремимся, то есть более узкое делаем, либо наоборот. Мы пытаемся сделать такой блок, чтобы у нас получилось, ну вот, минимум переносов. Безусловно, вы не сможете добиться идеального баланса. У вас в любом случае где-то контраст появится, но он будет не таким явным, как если вы этот тап пропустили. Это вопрос мышления. А мышление определяет компетентность дизайнера. Либо же к более узкому блоку. То же самое, вы можете поиграться, перейти и найти решение, где у вас блоки будут иметь, конечно же, строки отделяться, но контраст будет меньше, чем в том случае, если дизайнер всего этого не знает. Это к вопросу о компетенции тех людей, которые это делали. Ну, с учетом того, что у нас везде в вакансиях написано, что у нас зубов Егор, я не сомневаюсь, что даже, скорее всего, Егор все это разрабатывал верстал. Вы сами видите, какими правилами пользуется компания при формировании своего облика. Раз они это не делают, почему они от вас это требуют? Но у нас большей вероятностью нужно в вакансии писать. Ждем от вас, разглядяясь в отношении к проектам, ровно как это любим делать и мы. То же самое, по отступу вы прекрасно видите. Здесь отступы, здесь отступы, все совершенно по-разному. Как в первый раз получилось, так у нас и будет. То есть ничего больше нам делать не надо. Ну и финалка, это уже для дизайнеров, которые любят разбираться в контенте, любят разбираться в акцентах. Я это уже сколько раз говорил. Акценты пространство самое сложное. У вас появляется вот такой вот вектор. Это обычная, конечно, покадровая анимация. Тут у нас, если почитать, сколько четыре кадра зашиты. То есть это дело достаточно просто. Суть не в этом, суть не в простоте. Суть в понимании, как вы теперь эту анимацию хотите показать. Если вы дизайнер опытный, вы просто перед тем, как что-то делать, задаете себе вопрос, что у вас должно быть на первом месте, на втором, на третьем. И у вас есть некая, например, ширина контейнера, в котором вы работаете. Ну, предположим, это будет 1170 пикселей. Давайте мы с вами поставим ширину. Вы всегда знаете, что как только у вас появляется такой контент, и вы над ним старались сделать анимацию, это важнее всего в рамках того блока, куда вы это поместите. И вы никогда не будете понижать размер данного блока. Просто выставите в абсолют, то есть ширину вашего контейнера, чтобы гарантированно блок не обрезался. И вы получите очень правильную систему акцента. То есть вы получите вашу анимацию, классную, здоровую, интересную, на которую вы старались, кто-то больше, кто-то меньше. А вот уже дальше, если у вас есть какой-то текстовый фрейм, какие-то перечисления, там все, что вы показывали, ну, в данном случае у нас только остались контактные данные, вы их поставите ниже и уже там решите, то есть это будет одноколоночная система, двухколоночная, трехколоночная система. Мы это можем с вами опять же реализовать. Давайте мы с вами здесь вот подставим. Представим, что здесь просто текст, мы не знаем его, какой он есть. Наша задача просто сам факт, все вот это вот реализовать. Вы можете также здесь подставить, определить, что у вас будет здесь какая-то колонка, отступ между блоками. Давайте также с вами определим, подставим, выровняем по ширине. Вот у нас будет какая-то колонка. То есть у нас раз отступ, вот он. Два отступ, давайте подставим с вами. есть один текстовый фрейм, через аль дублируем второй, ну и, конечно же, там текст может притекать, но там текста мало, это, получается, вообще можно всего одну строчку было сделать. Давайте мы с вами так же все это быстренько реализуем, здесь подставим, ну и определим с вами точно в ширину контейнера два, собственно, блока. Ну а дальше, если мы хотим их подставить, ну, сымитировать, что они там идут как только перетекание, здесь делаем больше текст, здесь делаем меньше, ну, тут что-то может быть еще. Все, подставили. Это самое главное по акценту, для того, чтобы вы понимали еще раз, и всегда это запомнили один раз, когда вы вставляете. Как только у вас появляется что-то эксклюзивное по контенту, оно занимает пространство, это самое важное, все остальное вторично. Здесь, опять же, дизайнер все это не знает, при всем при том, что правила интересные использованы, черное на белом, есть такой желтый какой-то у нас утяжелитель, все остальное по акцентам, по пространству, по использованию, единственное, правило, здесь, собственно, все хромое и кривое. Это абсолютно дилетантский дизайн, который делается там дизайнером в первые полгода, когда он все это изучает. Здесь нет финального вот этого мышления, опытного дизайнера, которому действительно платят деньги, там, не знаю, 80 тысяч, 100, 120 месяцев, который вот это все должен продумать от начала до конца. В дизайне нет блока, который важен, который не важен. Вы либо понимаете, делаете все правильно до конца, либо вы делаете вот так вот все разгильдяйски, как получилось, так и будет работать. Итого, давайте подводить итоги. Таких вакансий вы встретите, ну, мне трудно сказать, количество процентов, но они у вас всегда будут. И выявить их не так сложно. Вы должны просто попытаться сформировать общую картину того, что от вас хотят, смотреться в сам сайт, в реальные проекты, которые используют сам клиент, и поинтересоваться немножко, что за компания, чем она занимается, давно ли на рынке, и вот, собственно, все это сложить в единую цепочку. Если от вас требуется реальный прототип из фигмы, чтобы его сделали, потом его подразумевают, что вы его отдаете, его копируют, вставляют и формируют из этого базу решения дизайнера. То есть вот один дизайнер присылает, они вставляют в свой макет, второй дизайн присылает, третий дизайн, четвертый дизайн, пятый и так далее. И после того, как все это сформировано, если у дизайнера есть хотя бы средняя компетенция, он просто берет все это, быстро дорабатывает, доработали бы проект, вы тратите неделю, каждый день, условно, по полчаса, по часу, у вас 7 часов вы ищете контент, логику делаете, прототип, а потом все, что у вас есть, там 6-7 фреймов вы прислали, у вас есть и фреймы, у вас там есть наполнение, вполне себе, может быть, даже в определенные правила, шифт, цвет, час-два вы все доделываете, отдаете верстальчику, все. То есть вас в чистом виде хотят поэксплуатировать. Если тестовое задание, домашнее задание дизайнеру действительно хотят вас взять на работу, то, скорее всего, это не будет занимать больше 3-х часов и от вас будут требовать именно проверку вашего мышления, визуализации, как следствие обоснованности, почему вы это делаете. Но ни в коем случае не конечный проект, который они возьмут и используют. Есть, конечно, практика, тоже может кто-то напишет. Иногда это задание готово заплатить, то есть действительно говорят, что мы хотим от вас получить реальную разработку, мы вам за нее заплатим. Да, такое бывает, но правда очень редко. У меня еще был случай, я тоже, наверное, сказал, у меня был такой реальный случай, когда в процессе обсуждения мне сказали, то есть мы хотим от вас получить как бы конечный макет. Я уточнил, что вы имеете в виду? Они говорят, готовый макет, который мы можем посмотреть, как если бы мы завтра его отдали на верстку. Я сразу отказался сделать такую задачу, потому что как только я услышал фразу готовый макет, как если бы мы завтра отдали всю эту наверстку, я сразу понял, что от меня хотят получить конечный результат, который гипотетически завтра компания будет использовать. Раз мне эти деньги не заплатят, это не проверка меня как дизайнера, Это реальность, реальная задача, каждый день, как в дизайне я это реализовываю для своих клиентов за деньги, от меня хотят получить бесплатно. Такие вакансии смело игнорируйте. Надеюсь, что с такими вакансиями вы не столкнетесь, и если столкнетесь, то этот ролик вам принесет пользу, вы будете понимать, как отличать клиентов, заказчиков, которые действительно хотят от вас, понять, что вы за дизайнер, готовы ли они вас поставить в рамках бизнес-процесса, чтобы вы решали их задачи, платить вам деньги. И от вот таких типов заказчиков, таких типов бизнесов, где от вас требуется время, силы, желание, но вам никогда деньги не заплатят, от вас требуется только, чтобы вы определенные процессы оптимизировали. Бизнес не платит деньги за очень важный процесс, за создание обоснования, пользуется вашим желанием, вашей верой в то, что это вакансии, вы сможете пройти собеседование, устроиться, зарабатывать деньги. А на самом деле нет, от вас и ждут, что вы выложитесь по максимуму, мы это воспользуемся, а вы, извините, живете своей жизнью. Поэтому всегда смотрите на вакансию, всегда смотрите на отклики, смотрите на сайт работодателей, смотрите, тратить 5-10 минут времени, чтобы понять, что себя компания представляет, это нормально. Если вы ищете себе работу, то нормальная практика, вы в день 5-6 вакансий для себя отформировали, потратили час, чтобы понять, что из себя каждая компания представляет, какие задачи и так далее, и только из них выбираете 2-3, где вы действительно будете делать тестовые задания, ну, при слове, что вам пришли отклики. Об этом тоже как-нибудь в видео поговорим. В конце можете написать в комментариях ваши истории, насколько часто вы сталкивались с такими работодателями, какие у вас, может быть, интересные решения были, и насколько вам такие ролики интересны, что называется не с плацдарма, а на эти реалии дизайна, где что-то рисуем, а вот что-то около дизайна, взаимодействия с менеджментом, мне, правда, вам есть что рассказать. Это не то, что разоблачение, это то, что вы просто должны знать. Это реальный рынок, он циничен, к нему нужно так и относиться, что кто-то вас хочет реально включить в бизнес-процесс, кто-то хочет вас поэксплуатировать. Вы должны просто это понимать. Можете залайкать видео, написать ваши интересные комментарии и рассказать ваши истории по дизайну, как раз взаимодействовать с такими клиентами. А на сегодня это все. С вами был Андрей Лов. Всем пока.